Всем привет! Вы на канале Life in Australia in New Zealand и у нас события недели из Австралии. Хочу сразу сказать, что это последние события недели австралийские в этом финансовом году, потому что в Австралии с 1 июля, каждое 1 июля, естественно, начинается новый финансовый год. Буквально недавно мы выпустили видео, рассказали про бюджет штатов, в которых мы живем, Квинсленда, что же ожидается в следующем году. Кто еще не смотрел, обязательно посмотрите. Ну, а теперь к новостям. Начинаем! Согласно решению комиссии по справедливому труду, с 1 июля минимальная зарплата для 180 тысяч человек в Австралии увеличится на 8,6%. А премиальные работники получат повышение заработной платы на 5,75%. Это 2,75 миллиона человек на минуточку. Скажу вкратце, что помимо минимальной оплаты труда, есть еще и система вознаграждений и доплат различных. Как она работает, не суть важно. То есть человек вроде бы и на минималке, но получает больше за свою квалификацию и так далее и тому подобное. Если кому-то интересно, вся информация есть в интернете. Для каждой сферы эти вот надбавки разные, но это все существует, так что не все сидят полноценно на минималке. Доплаты все равно есть. Так вот, новая национальная минимальная зарплата составит 23 доллара и 23 цента в час. Или 882 доллара 80 центов за 38-часовую рабочую неделю. Это примерно стандартная рабочая неделя. Это практически 46 тысяч долларов в год. То есть для тех, кто, мы часто говорим, зарплаты в тысячах, я имею в виду в год, сколько здесь платят. Вот примерно, чтобы люди понимали, сколько будет здесь минималка с 1 июля. Кстати, Ассоциация австралийских профсоюзов приветствовала такое повышение, заявив, что это необходимое действие в нынешней ситуации и жизненно необходимо людям. Опять же, в то же время бизнес в лице Australian Industrial Group, в которую входят бизнесы с общим количеством работников 750 тысяч, заявили, что это решение сразу же значительно увеличит расходы, с которыми сталкивается большое количество предприятий. А также приведет к увеличению безработицы или переходу некоторых на неполную занятость. Ну, а обычная работница, которую спросили обычного магазина, сказала, что она очень рада повышению, хотя и ожидала большего. По ее словам, за прошлый год все сильно выросло в цене и жить стало намного тяжелее. А 5% повышения не может покрыть ее возросших расходов. Ну, хотя и этому она очень рада. То есть, в принципе, это делает жизнь менее напряженной. Вот, кстати, менее трех сторон. Профсоюзы что говорят, что говорят работодатели и что говорит обычный работник, который, в принципе, и приносит деньги бизнесу в большинстве своем. Так что, что хотите, то и думайте. На этой неделе парламент Австралии в третьем чтении принял законопроект о референдуме, на котором жители страны могут решить, вносить ли изменения в Конституцию по поводу признания аборигенов и жителей островов Толесового пролива в главном документе страны. Что же такое Voice to Parliament? Называется Voice to Parliament. Мы будем называть просто голос. Голос обеспечит постоянное представительство и признание аборигенов и жителей островов Толесового пролива в Конституции. Это будет новый орган, который представляет представителей коренных народов со всей Австралии и вносит свой вклад в федеральное правительство, решения правительства, политику и законы, влияющие на их жизнь. Это касается вопросов социального, духовного и экономического благополучия аборигенов, а также жителей вышесказанных, вышеназванных островов. Голос будет совещательным органом, и у него не будет полномочий отменять действия парламента. Так что это, в принципе, будет говорящая голова. Но, так как сейчас идет попытка примирить аборигенов, то есть коренных жителей, с, так скажем, потомками колонизаторов, а также нынешними иммигрантами, чтобы все-таки вся Австралия жила в мире, и этого все хотят. Я в том числе, да. То есть, в принципе, парламентом делается очень много дополнительных вещей, и я думаю, что к этому новому органу будут прислушиваться. Но, в первую очередь, референдум, конечно же, должен пройти, потому что законопроект, он был принят в парламенте в пропорции 52 к 19 по голосам. То есть, после ряда эмоциональных речей, естественно, за и против, то есть, все высказывались, как они болеют за все и так далее. Но это все в стиле политиков, ничего с этим не сделаешь. В конечном итоге его приняли, да, его поддержали лейбористская правящая партия, и, кстати, самое интересное, что поддержала оппозиция, хотя сам лидер оппозиции был против, но большинство из оппозиции поддержало его. Так что, вот, опять же, что хотите, то и думайте. С другой стороны, это важная вещь, я считаю, что действительно такой орган должен существовать, потому что аборигены должны заявлять о своих каких-то чаяниях, что им необходимо. Многие скажут, что, наверное, пускай они выбираются, избираются и так далее, но, естественно, в процентном соотношении их намного меньше, им тяжелее это все добиться. То же самое, что с Маури в Новой Зеландии, их там всего около 9 процентов-то, да, и даже если они будут голосовать все вместе за свою партию, ну, это будет минимальное количество голосов. Ну, не знаю, может быть, я не прав, может быть, надо что-то менять по-другому, но вот на данный момент у нас в стране вот такое. Австралийцы начали делиться информацией, насколько же вырастут их счета за электричество с 1 июля. Как я уже только вот говорил, новый финансовый год, и с этого момента очень любят все повышать цены на электричество, на газ и так далее, и тому подобное. И Австралия не исключение в этом. Так вот, по словам электрокомпании, это происходит из-за роста закупочных цен, поэтому они все повышают. И вот население начало получать информацию с реальными цифрами, а на сколько же что повысится. Так, одна из жителей западного Сиднея поделилась информацией в сети, что ее электрокомпания AGL сообщила, что с 1 июля с нее будут брать за электричество на 51% больше. Ну, прилично. На что другая жительница этого города ответила ей, что ее счета вырастут на 56%, хотя она с другой компанией, с компанией Алинта. Ну, один из пользователей LinkedIn вообще написал, правда он не назвал свое место жительства, но он написал, что, опять же, он тоже с компанией AGL, и его расходы вырастут аж на 83%. Ему так вот сообщила электрокомпания. Так что серьезные повышения. Кстати, сама компания AGL подтвердила, что для многих жителей Нового Южного Уэльса, тех, у кого тариф не фиксированный, а у кого плавающий тариф, то есть открытый, счета вырастут на сумму, начиная от 29%. То есть это в среднем 540 австралийских долларов в год. То есть прилично, да, то есть заплатить. Кстати, мы рассказывали, что вот в Куинсленде про новый бюджет, и там как раз вот есть выделенная такая дополнительная помощь населению. 550 долларов вам выплатят, абсолютно всем домохозяйствам выплатят 550 долларов на помощь в оплате электричных счетов. В принципе, если в Куинсленде тоже вырастут, точнее они вырастут, я лично уже получил, и там тоже около 30-40% электричества будет стоить больше. То есть вот эти как раз деньги, грубо говоря, тебе помогут в следующем году вот это вот компенсировать, это повышение. Так что не обольщайтесь, что будет намного легче. В принципе, слава богу, если останется так же, как и есть. Я не знаю, что конкретно в бюджете других штатов, я этим не интересовался, для интереса можно будет посмотреть, но возможно там есть тоже такая же помощь населению. В соответствии с новым предложением правительства в Новом Южном Уэльсе, преступления с применением холодного оружия будут подвергаться более строгим наказаниям. Наконец-то стали что-то ужесточать. Правительство штата предоставило новый закон, направленный на удвоение максимального наказания за некоторые преступления с его использованием. В соответствии с предполагаемыми новыми законами, ношение ножа в общественном месте или школе попадает под действие закона о преступлениях, а не закона о правонарушениях. То есть сразу же меняют вот на криминал, да? Максимальный срок лишения свободы за такого рода действия будет увеличен с двух до четырех лет, то есть в два раза. Увеличенный штраф же за хранение вырастет также в два раза до 4400 долларов. А за ношение холодного оружия до 11 тысяч долларов австралийских. Детей и молодежь все еще смогут предупреждать перед тем, как применить к ним законные меры. На первый раз опять же. И они смогут отделаться общением с комиссией по делам несовершеннолетних. По словам генпрокурора штата, это станет убедительным сигналом для предотвращения многих преступлений. Возможно, я очень надеюсь, что это получится, но мне кажется, более какие-то радикальные меры нужны. Это нужно обдумывать и решать. Потому что мы уже неоднократно рассказывали, какое количество преступлений совершается молодежью, и что творится полный беспредел. И этого становится с каждым годом больше и больше и больше, и контроль над этим не получается почему-то пока взять. Ну вот, пытаются что-то, посмотрим. Ну а пока в Канбере проходил ежегодный мид-винтер гламурный бал, на который собралось все правительство и другие приглашенные. То есть, есть такое действие раз в год, устраивается бал в столице. В принципе, идея неплохая, традиция хорошая, я не спорю. Ну а в Сиднее рассказывали, что новое кладбище, короче, первое новое кладбище за последние 80 лет открывают в городе Сиднее, потому что не хватает мест, к сожалению. Будет не менее гламурным. И будет включать в себя парк с озером, прогулочные дорожки и даже кафе. Так что вы можете прийти и прямо на месте помянуть своих усопших родственников. Кстати, а в это же время, вот как я уже сказал, что пока там такое происходит, автомобильный гигант Ford объявил о сокращении своего штата на территории Австралии. К сожалению, 400 человек с сентября потеряют работу. 350 из этих несчастливчиков, я бы их так назвал, да, белые воротнички, которые сидят в офисах, менеджеры различного звена и остальные, к сожалению, 50 обычных работяг. Это вообще подразделение находится в таком небольшом городке каком-то и я не думаю, что так легко взять и пойти найти новую работу людям. Там, если кому интересно, эти все новости есть в интернете, можете найти и спрашивать работников. Работники очень, конечно же, переживают. Я надеюсь, что договорятся все-таки профсоюзы и людей переквалифицируют, дадут им достойные компенсации. Я понимаю, что бизнес есть бизнес, а ты не можешь вести бизнес себе в убыток. Естественно, есть какая-то реструктуризация. Ford вообще заявил, что он по всему миру сокращает людей, он не только сокращает их в Австралии, потому что они стали больше производить электроавтомобили и из-за этого такое большое количество сотрудников не требуется. Кстати, хочу напомнить, что в Австралии разрабатываются и дизайнируются такие автомобили, как Ford Everest и Ford Ranger. То есть, вот эти две модели полностью, концепт дизайн и так далее, все тестируется, проверяется в Австралии. Общее число сотрудников компании, кстати, на территории Австралии составляет 1800 человек. То есть, вообще, я с таким недовольством на это смотрю, потому что относительно недавно производство автомобилей, в принципе, в Австралии полностью прекратилось. Я имею в виду легковых автомобилей, потому что Holden компанию закрыли, к сожалению, я имею в виду производство здесь, не знаю, нерентабельность или еще что. Долгое время производили и шутки-шутками, но завод есть завод, и это рабочие места. А шутки-шутками я имею в виду про Holden, то есть, те, кто живут в Новой Зеландии и в Австралии, знают огромное количество шуток про этот автомобиль. Экоактивисты провели несколько своих акций в стране, затруднив работу некоторых морских грузовых портов. Скоординированные блокады происходили с понедельника по среду. Так, например, дороги в порт Брисбана и Мельбурна были заблокированы активистами, повисшими на страховочных ремнях посреди дороги на сооруженных ими же конструкциях. Так, элементарная конструкция, три бамбуковые огромные дубины, их вот так вот треугольничком ставят, между ними обтягивают канатами, сверху ремень, он залазит вот на этом страховочном тросе и висит на нем. То есть, это посреди дороги, да. То есть, автомобили, ни грузовики не могут проехать. Если он подъедет под ним, то, естественно, он порвет ремни, человек упадет и может погибнуть. То есть, никто на себя риск не будет брать такие вещи делать. Так вот, его первого там снимали очень долго, огромные километровые очереди были, это, конечно, жесть. Люди просто не могли попасть на работу. Дело в том, что помимо, ну, как вы боретесь с поставками угля за рубеж? Они требуют прекратить все поставки угля. Вот вы боретесь таким образом, люди едут на работу, они зарабатывают деньги, кормят свои семьи, они не могут туда попасть. У кого-то есть бизнес, извоза, да, они получают деньги за доставку. Короче говоря, ничего, кроме раздражения и злости людей, вы таким образом не добьетесь. Это уже проверено миллион раз. И в Новой Зеландии такие акции протеста проходят, и в Австралии, и в других странах, естественно. То есть, ничего хорошего из этого не выходит. Тем, что вы мешаете обычным простым людям. Нужно искать другие способы, чтобы это делать, чтобы выражать свой протест. Так вот, также, что еще? Порт Ньюкасла, это самый, кстати, крупный порт по транспортировке и отгрузке угля. Также активисты перегораждали железнодорожные пути, устанавливая баррикады разные, приклеивая себя к этим баррикадам, приклеивая к грузовому крану, приклеивали ладошки свои довольные. И вот так вот стояли. И главное в Фейсбуке вещать, дергать камеры и показывать, какой ты молодец. Не знаю, я не считаю, что это ты молодец или ты чего-то добьешься таким образом. Я считаю, что это полный бред. Кстати, в среду полиция в Сиднее провела усиленное наблюдение за Анзак-бридж и Харбор-бидж, за двумя мостами. Потому что была информация о возможной провокации на мостах. Тоже ничего хорошего в этом нет. А могла бы какая-нибудь трагедия произойти. И что ты добился? Кто его знает? Я уже рассказывал, отвлекусь чуть-чуть, в городе Веллингтон также проходили такого рода акции протеста. Они приклеивали себя суперклеем к асфальту и так далее. Но вот человек не мог отвезти дочь на химиотерапию. А если скорой надо проехать? Из-за вас человек может умереть, она не может проехать. Вы представляете? Вы протестом своим убили человека. То есть это что, протест? По-моему, нет. Ну ладно, продолжим. Ну и немножечко про дикую природу Австралии. На острове Кейгари, это остров Фрайза раньше назывался. Ему сейчас вернули такое название. Может неправильно произнес. Тяжело эти аборигенские названия произносить. Ему родное название вернули. Что на севере Квинсленда собака Динго напала на 10-летнего мальчика и утащила его под воду. Когда он шел один по побережью недалеко от кемпинга, где они отдыхали с семьей. Благо его 12-летняя сестра была недалеко и пришла к нему на помощь. То есть отогнала собаку, собака убежала. Результат у мальчика раны на плече, на руках. Потому что она его за плечо схватила как-то и начала тащить воду. Но в принципе родители справились с этим сами. То есть помощь медиков не понадобилась. Они отказались. Хотя рейнджеры предлагали вызвать медиков. Нашли рейнджеры конкретное животное, которое напало на ребенка. Умертлять его не стали. То есть неизвестно, что послужило катализатором к этому опять же. Но опять же они предупреждают, что динго перестает бояться человека. По причине того, что люди намеренно или не намеренно кормят этих животных. Закапывают объедки в землю, собаки выкапывают. Да подкармливают. Думаю, твой собачка. Это не собачка, это дикое животное. Ребят, ну прекратите это дело. Диких животных кормить нельзя. Везде таблички. Птиц, белок, варанов. Кого хочешь, да? Ну, белок нет. Здесь я имею в виду. Вообще нельзя кормить диких животных. Они перестают сами добывать себе пищу и становятся попросту попрошайками. А потом начинают наглеть. Вот как в данной ситуации. Они скапливаются вокруг этих кемпингов. Ждут, когда где-то какие-то объедки появятся. Ну и, соответственно, кушать хочется. Что можно сделать? Ага, напасть на человека. Начинаются нападения такие. А если они будут стаей нападать, вы сами представляете, и многие жители постсоветского пространства, я думаю, знают, что такое стаи бродячих собак. Здесь, кстати, это будет не исключением. Так что, в принципе, нужно задуматься об этом. Так что, также предупреждают о том, чтобы детей ни в коем случае, если вы отдыхаете в таких местах, где могут быть дикие собаки Динго, ни в коем случае детей одних далеко от себя. Вот, грубо говоря, визуального контакта с ними не отпускайте, чтобы они отдельно не гуляли. Потому что вы все-таки взрослый, собака вас более боится. А ребенка она может очень легко утащить. Кстати, вот кадры в интернете есть. Лежат на пляже, просто отдыхают. Собаки пришли, одна подбежала и молодую девушку укосила, извините меня за ее мягкую попу. То есть, вот подбежала просто и куснула. Девочка вскочила, побежала. Там мужики подбежали, отпугнули собаку. Вот серьезная вещь. Ну и в продолжении этого 26-летний мужчина из Бризбана был найден в критическом состоянии после того, как в субботу пропал в национальном парке на юго-востоке Квинсленда. Опять Квинсленд. Спасательная операция, поисково-спасательная, была начата в субботу. Вечером после того, я имею в виду в прошлую субботу, не в эту, в которую вы смотрите. После того, как мужчина расстался с другом. Ходили, гуляли по трекам каким-то. И вот расстались, разошлись в разные стороны. Один пошел туда, другой туда. В национальном парке Лемингтон. Поиски продолжались и в воскресенье. В них участвовало около 60 человек и несколько вертолетов. В понедельник полиция сообщила, что мужчина был, слава богу, найден. Он находится на данный момент в госпитале. Полиция предупреждает, что вы можете заблудиться, даже отойдя около 20 метров от трассы. Так что будьте очень внимательны и осторожны. Кстати, по ночам сейчас очень прохладненько, поэтому тут серьезная вещь. Вы просто-напросто можете замерзнуть ночью. Потому что температура, а тем более, если это горный район, там, где находится национальный парк, там температура может опуститься и ниже нуля. Что, сами понимаете, народ здесь в фуфайке и теплые сапожки не одевается. Поэтому серьезная вещь. Кстати, что говорят, дезориентация просто происходит. Человек заходит вот в этот буш, он не понимает уже, откуда он пришел. Даже крутонись один раз, он не знает, 20 метров вроде бы от трассы, если там никого нет, звуков никаких нет. Причем люди, которые непривычные и никогда не находились в лесах, городские люди. Я, например, очень много ходил по лесам и с отцом со своим, и за грибами и так далее. Я более-менее могу как-то сориентироваться. А многие же вообще этого не знают. Они не знают как и вообще как ориентироваться, на что, что делать и так далее. Причем некоторые паникуют, бегут, убегают. Кстати, вот буквально недавно, то тоже спасли женщину в Сиднее. То есть, так же пошла, заблудилась. Так что, это не ново, и дикая природа, она остается дикой. Так что, если вы идете даже в национальный парк, на котором есть дорожки, не забывайте, что буквально шаг лево, шаг вправо, там никто вас искать уже. Вернее, там ничего уже такого не дикого нет. Там все еще дикая природа. Ну, а природа опять продолжает играть с нами. Прошедшая неделя была для многих жителей страны солнечной, но прохладной. Так, столбик термометра в столице опустился ниже минус 7 градусов. Ночью, естественно. Ну, а в центральной части Нового Южного Уэльса вообще выпал снег. Люди, конечно же, радовались. Довольные были, интересно это посмотреть, но... В Брисбоне же было так же прохладно. По ночам температура опускалась, в принципе, до плюс 7. Хотя вот термометр, вернее, интернет показывает, говорит, а чувствуется как плюс 4. Я сам это ощущал, потому что в 4 утра там в полпятого на работу собираешься. Ну, как-то на улицу выходишь и на самокате едешь прохладненько. Даже заказал сейчас вот балаклаву, потому что сейчас пока пользуюсь подручными средствами, да. А на следующей неделе ночью ожидается 9.12 в Брисбоне, а днем 23.25 и без осадков. Так что тепло и хорошо. Кстати, вот сейчас в Австралии, я имею в виду, вот в нашей полосе, день начнет совсем скоро увеличиваться. И это радует. Мы вновь начинаем приближаться уже опять к теплу и к лету. Ну, а на сегодня у нас все. Если вам все понравилось и вы досмотрели до конца, обязательно оцените это видео лайком. Обязательно пишите свои комментарии. Будем общаться там. Подписывайтесь на наш канал, если вы до сих пор не подписаны. А я желаю всем добра и только хороших новостей. Пока.